Несмотря на мрачную дождливую погоду, в этих теплицах кипит работа. Пришла долгожданная пора реализация цветочной продукции. Для любого покупателя здесь есть то, что он желает сегодня приобрести. Различная цветовая гамма, разные сорта однолетних и многолетних цветов. Но нас сегодня интересует другое. Для того, чтобы вырастить прекрасную цветочную продукцию, нужно соблюдение нескольких условий. Условие первое – это правильный выбор семян. Второе – это правильный подбор питательного субстрата. И следующее – это правильное питание. В данном тепличном хозяйстве применялся торфяной питательный субстрат «Щедра земля». В состав торфяного питательного субстрата «Щедра земля» входит кокосовое волокно. Кокосовое волокно впитывает на себя лишнюю влагу, а по мере подсыхания субстрата ее отдает. В жаркие солнечные дни марта-апреля месяца это очень заметно, потому что пересыхает торф очень быстро. Но кокосовое волокно, отдавая влагу, поддерживает питание корневой системы и поэтому сокращает количество поливов. Следующим важным моментом выращивания однолетних растений в данном тепличном хозяйстве является применение органоминерального удобрения «Росконцентрат» для кормления этих растений. «Росконцентрат» разводится из расчета 10 мл на 10 л воды и проливается один раз в неделю. Благодаря этому удобрению очень хорошо развивается корневая система этих растений, а также мы видим очень хорошую вегетативную массу и очень красивый цветок. Кроме того, в технологию кормления однолетних растений необходимо включить микробиологический препарат «Байкал-М». «Байкал-М» вместе с «Росконцентратом» позволяют очень хорошо развиваться в корневой системе. Благодаря этому препарату мы можем уничтожить патогенную микрофлору в озоне, в котором выращиваются растения. А это немаловажно, потому что нам хочется получить здоровое растение, которое не подвержено никаким болезням. Наблюдая за тем, что сегодня происходит в этом тепличном хозяйстве. Мы видим, что растение абсолютно здоровое, корневая система развита очень хорошо, лист зеленый, вегетативная масса достаточно хорошо развита. Через несколько дней эта цветочная продукция окажется на прилавках магазинов и будет радовать жителей Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова